МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потом это будет ниже, ниже, а со временем это будут многие как ругательства воспринимать. Конечно, вы знаете, мы все заложники того, что произошло в 2014 году. Закон по выборам не поменяли, все избирались по той системе, которая была при Януковиче, и поэтому это был единственный способ прийти в систему и менять ее изменить. Вы не планируете выходить из фракции в связи с новым фрагическим проектом? Вопрос, конечно, традиционный. Я уже буду скорость коллекционировать, сколько раз вы задали. Нет, не дождетесь, потому что это значит, что я отдаю свой мандат очередному к кому-нибудь коррупционеру. И вы уже знаете, кому, наверное. Ну, в зависимости от того, кто будет на этот вариант подходить, кому будет очередь. Поэтому должны уходить те, кто занимается коррупцией. А система выборов такая, что другого выхода у вас не было. Хорошо, переходим сразу к вопросам от наших телезрителей. Я напомню телефоны, здесь их видно 0800-2020-010, 0800-2020-070. Наши девочки принимают ваши звонки, поэтому звоните, ставьте свои вопросы Сергею Лещенко. Ну и тут в догонку сразу вопрос от Веры из Борислава. А когда вы пойдете с политикой, спрашиваю. Ну, это зависит от того, как вы решите выборцы. Потому что политики, они выбираются на выборах. В зависимости от результата, они або завершают карьеру, або продолжают заниматься. Поэтому пока граждане доверяют, пока я в политике. Ну, это же зависит еще от того, будете ли вы выставлять свою кандидатуру и продолжать. У вас есть вообще какая-то цель? Ну, вы знаете, что мы создали партию Демальянс. Мы ее не создали, мы к ней присоединились и будем ее развивать как проект, который объединит новых политиков и лидеров гражданского общества для того, чтобы менять поколение в политике. Но я считаю, что наша миссия, конечно, еще впереди. Мы должны не только, знаете, поменять поколение в политике, но и создать условия, когда другие могли бы легко приходить. То есть я когда-то это, знаете, назвал, наша миссия – это быть перегноем. Ну, так самое критично, мы должны создать условия, когда другие вырастут, намного будет им проще реализовать себя, чем тем, кто... Я так понимаю, да, вы уже начали отвечать на следующий вопрос, что будет пропаговать ваша партия, Артем Каминский. Наша партия будет пропаговать европейские ценности, а также либеральную экономику, когда каждый сможет реализовать себя и чтобы средний класс был основой общества, которая гарантует от сповзания до авторитаризма. Евгений из Одессы, что для вас политическая ответственность спрашивает? Отповедальность – это действия, которые ты что-то делаешь в политике. И, конечно, политик – это такой статус, когда ты одним есть постоянно. Даже когда спишь, ты все равно можешь себя контролировать, астребовать. Чувствуете момент политической ответственности? Сейчас есть такое ощущение, что растет просто угроза популизма или, не знаю, какого-то реванша. Ну, смотрите, это называется посттравматический синдром. В любом обществе, вот если вы посмотрите, например, Первая мировая война в Германии, после того, как они потеряли часть территории, проиграли, по сути, Первую мировую войну, риск популизма и радикализации привел, на самом деле, к трагическим, к ужасающим последствиям. Это происходит всегда, когда часть территории теряется, когда война, когда гибнут люди. Тогда появляются политики, которые находят слова, знаете, как достучаться до изгнателя, дать простой ответ на сложный вопрос. Этот вопрос очень сложный, а простой ответ не работает. Но люди хотят верить, знаете, в сказку, и вот популисты на этом легко занимаются высокими речами. Кто в таком случае из украинских политиков является Адольфом Гитлером? Ну, это вопрос от зрителей, а это вас? От меня, я имею такое право. Это оскорбление, я не могу называть главных, знаете, претендентов на этот статус. Таких, конечно же, нет, потому что это человек, который уничтожил, на самом деле, миллионы человек. Но у нас есть популисты, которые, конечно же, исповедуют эти вот ценности, простые ответы на сложные вопросы. Хорошо, но если бы телезрители это спросили, вы бы назвали фамилией? Нет, не назвали, потому что это некорректный вопрос. Хорошо. Не знаю, тут немножко сложно звучит вопрос. Что экономического может принести депутату партию Демальянс Анатолий Кропивницкий? Что имеет значение экономического? Ну, то есть, партия Демальянс, это партия, которая должна объединять новых политиков. И, конечно, эта партия будет иметь экономическую программу, которая будет утверждена на съезде восени. И эта программа будет либеральна. То есть, мы должны отстойвать очень простой принцип, что гражданин должен иметь не рыбу, а водочку. То есть, конечно, очень просто сказать, что государство всех нагодует. Не нагодует. Держава не имеет столько ресурсов, чтобы нагодовать. А те, кто скажет, это просто брешут. И, конечно, в этих условиях граждане должны стать самодостатными для того, чтобы заработать себе на життя. И таким образом все цивилизованные страны реализовали себя. Саме так, через средний класс, через власную предприятийскую инициативу. Спасибо. Спрашивает Александр из Киевской области, какие основные причины коррупции? Причины коррупции в том, что государство является неэффективным властником. И много посадовых людей, которые обнимают государство, мотивированы не служением народу, а властным сбогачением. Почему они так мотивированы? Это долгая дискуссия. И зарплата низкая, и вихование плохое. И нет у нас традиций служения государству. И, в принципе, знаете, ну, тоже. Суспільство доси, оно перестроится. Від минулею влади до сучасної. И запит до политиков, он очень суворий. А политики не отвечают этим запитам. И это признает постепенность этого разрыва между политиками и ценностями, которых граждане хотят не видеть. Поэтому коррупция продолжает существовать. Главное – это политическая воля президента. Я уверен. Если у него есть политическая воля, коррупция может быть подобной. Не знаю. Вот только что интересный вопрос вылез. Сергей, вас называют техническим проектом БПП. Так ли это, Харьков? Нет, это бронье. Хорошо. Как вы... Слушайте, меня БПП хочет исключить из фракции. Хочет, чтобы я ушел и расположил мандат. Но как это может быть технический проект? Ну, идут на все просто для того, чтобы заместить следы. Это легенда для шпиона. Нет, не правда. Как вы относитесь к Кулика? Его то выстороняют, то восстановлюют на посаде. Володимир Киев. Я думаю, что история с Куликом достаточно цікавая. Приклад того, как существует круговая порука на уровне ГПП. Потому что мы все уже видели, даже аудио, как Матюос придумал криминальное проведение для Кулика, чтобы он смог, скажем так, так, отмечать себя от того расследования, которое против самого Кулика ведет Национальное антикорупсийное бюро. То есть это такая операция прекрития, для того, чтобы он мог сказать, что я же с коррупцией борюсь, это меня переследует, как человек, который, как Курченко, переследует. Насправді, звичайно, Курченко треба переследувати, але это было сделано все еще рік тому, когда были и подозрения подготовлены, и в розшуках оголошены. А сейчас, когда он пытается просто на своем фоне себя реабилитировать, есть ощущение, что дело Кулика вообще появилось под давлением общественности, так бы, наверное, его не было. Это правда или нет? Ну, я думаю, что... Ну, об этом писали много, и потом вот... Это один из прикладов, кулуги, реакция на журналистские расследования, звичайно. Спасибо. Как защититься от нападений на активистов, которые расследуют коррупционные схемы? Вопрос без подписи. Ну, знаете, это, опять же, я, во-первых, не слышал о таких прям нападениях, чтобы массовое это было явление, во-вторых, защищаться нужно всеми доступными способами, и, конечно, есть правовая система, и физическая защита, то есть... Заниматься спортом? Ну, это, знаете, это будет слишком немножко так с насмешкой, но, на самом деле, защищаться можно. И мы занимались журналистским расследованием во времена Януковича, это было намного опаснее, и, слава Богу, все закончилось для нас благополучно. Хорошо. Вот пришел вопрос такой от Александра из Киева. Чи есть у вас компромат на Тимошенко, и чи можете вы его опубликовать, если имеется? Я написал целую книжку про то, как Тимошенко платила хабари колишнему премьер-министру Лазаренко, используя офшорные фирмы, созданные самой Тимошенко на Кипре и в других иерусликциях офшорных. Это, думаю, ваговый компромат. Суспельство наконец-то осведомлено, кем Юлия Тимошенко и какая ее мотивация в политике. Питание в том, что Тимошенко уникает зо мной прямых дебатей. Я бы был счастливым так с ней в студии сидеть и просто разговаривать про то, что было ее, скажем так, спонукачем, для того, чтобы она стала политиком в стране. И чем она вообще пришла в политику. А какой у вас, кстати, прогноз? Сплывет ли фамилия Тимошенко в связи с делом Александра Онищенко? Или вот это просто именно огнетают? Я думаю, что зависит от того, насколько глубоко удалось вскрыть проводки между счетами компании Онищенко и третьими контрагентами. Если зашли глубоко, то могут найти и кое-какие фирмы, где будут вести следы к Тимошенко. То есть вопрос техники всего лишь не было? Я утверждаю, что между Тимошенко и Онищенко были, скажем так, специальные взаимоотношения. То есть это не были просто соседи по сессионному залу. Мы видим много примеров того, что Тимошенко защищал Онищенко публично, унижая, там, НАБУ, например. И были много примеров того, что, например, в списке Батьковщины были люди близкие к Онищенко. И министром стал один из бывших чиновников по квоте Батьковщины, человек Онищенко. Поэтому, я думаю, там есть, скажем так, в чем покопаться. Вот здесь еще вылез вопрос такой у нас из Принтера. Максим из Киева спрашивает, ваше отношение к Жване. Давид Жване... У меня к нему только отношение было, когда я был журналистом, я брал у него интервью. И он, скажем так, сейчас, насколько я понимаю, дает показания против Мартыненко в уголовных делах, которые связаны с швейцарским эпизодом, потом с австрийскими делами. У меня с никаких отношений вообще нет. Ну, я считаю, что Жване – это пример вот таких оранжевых олигархов, которые пришли ко власти после оранжевых мюстов. Жваненко и Мартыненко больше не партнеры, не друзей. Они разошлись, и это как раз был поводом Жване начать давать показания против Мартыненко. Это хорошо всегда, это работает, вот лучший способ вывести большого коррупционера на чистую воду – это найти его партнера и раскрутить его на показания. Так, например, Кириченко сдал Лазаренко. А что касается Жвании в целом, то это олигарх, который использовал власть для собственных целей, из-за которого во многом провалилась оранжевая революция. Но, слава богу, его сейчас нет в политике. Но есть другие люди, да, которые… Ну, конечно. Смена поколения – процесс, который занимает у нас достаточно длительное время, к сожалению, из-за этого, я думаю, в том числе и мы пошли, чтобы эту смену поколения произвести как можно быстрее. Потому что, да, это очевидно, назревший вопрос. Есть два вопроса, которые касаются залогов. Любовь из Киева спрашивает, куда деваются залоги, которые даются за олигархов под следствием, и куда деваются гроши, которые вносятся, как застава Марии Стерновичей? Нет, они переходят на рахунок державного козначейства. То есть попадают в государственную... Это как загальный котел, туда слили гроши, потом их вытратили, а потом гроши вывели, и, если, например, нужно отдать заставу, то она повертается в властнику. Борис из Харькова спрашивает, что делать, если столкнулся с коррупцией в судебной системе на первую и вторую инстанции? Нужно обращаться в НАБУ, в Национальное антикоррупционное бюро. Это их последствия. Ну, и здесь есть несколько вопросов, которые касаются вашей партии. Кто финансует вашу партию? Сергей из Днепра спрашивает. Вашу партию финансируют граждане. У нас единственная партия, у которой вся открытая информация о взносах, о размерах взносов, куда эти деньги потрачены, все фамилии указаны. Я думаю, другим партиям нужно это равняться. И когда это произойдет с другими партиями, я буду считать, что мы были первопроходцами. К сожалению, пока мы уникальная партия, которая ничего не боится и показывает всю бухгалтерию. Вот еще Александр из Харькова уточняет, ваша партия финансируется за счет международных грантов, если даты каких, но я так понимаю, что это запрещено законодательство. Это запрещено, и это неправда. А вот эти нападки, которые появились сразу после того, как вы объявили, что начинаете, условно, новый политический проект, вы их чем связываете? Это завидуют? Это конкуренция? Это конкуренция, и, конечно, я считаю, партия с хорошей историей, партия с ценностями, партия с молодыми лидерами. Это, знаете, в конце концов, это маркетинг, и когда появляется хороший продукт, начинают на него нападать конкуренты. Любой пиар – это хороший пиар? Ну, не любой, конечно, но в конце концов, лишний, конечно, никогда пиара не бывает, но я считаю, что это связано с тем, что в нас видят опасность. Чему партия Демальянс не объединяется с партией Секварелит? Вы знаете, я думаю, что мы на этот этап объединения выйдем, когда будет понимать термин достроковых парламентских выборов. Мне кажется, выборы неминучие, и когда мы понимаем, мы просто сядем за стил переговоров и просто домовимся, потому что нет сенсу нам идти окремо. Я, моя особистая позиция, мы должны быть вместе. И мы будем вместе. Виктор Чумак считает, что в 2018 году будут выборы следующие. Я сегодня с ним несколько раз виделся, он мне этого не сказал. Я думаю, что может быть и наступного года, потому что все-таки не чувствуется этот разрыв между ожиданием общества и тем, что парламент может надеть общество, надто великий разрыв. Парламент не отвечает за западом общества. Это придает для того, что в какой-то момент эта система перестанет працювать. Это как труба, она просто перестанет воду пропускать. Михаил Сакашвили будет помогать этому объединению или наоборот мешать? Я думаю, что он должен помогать, потому что он неоднократно объявлял свою миссию в том, чтобы открыть двери для новых сил, новых лидеров в политическую политику. Я думаю, что его амбиции это хорошо. Спасибо. У нас есть пришло два новых вопроса про Юлию Тимошенко. Тут затронули такую тему. Артем из Каминского спрашивает, какие основания у вас есть на счет того, что Тимошенко пользуется офшорами? И более того, тут Петро из Рибницької области запитывает, кто вам оплачивает нападки на Тимошенко? Мне никто не оплачивает нападки на Тимошенко. Я вважаю, что Юлия Тимошенко является одним из рисков для украинского будущего. Потому что популяризм никогда до добра не доводит. И что касается офшоров Юлия Тимошенко, то я особисто вот этими руками переглянув близко, я думаю, тысячи, ну, тысячи три, напевно, документов в американском суде. В том самом суде, в котором слухалась справа Павла Лазаренко, который засудил Павла Лазаренко до 8 лет в язнице, который он провел от дзвенка до дзвенка в тюрмах Америки. И я особисто ци документы переглядав, особисто цими руками робив копии. И у меня есть величезные архивы. Там есть платежки от Юлии Тимошенко на компании, связанные с Лазаренко. Есть подписи Юлии Тимошенко под установочими документами офшорных компаний. Есть тексти допитов кейбрских юристов або македонских директоров, формальних посадовых осіб, которые выполняли роль номинальных властей в офшорных компаниях, которые належат к родине Юлии Тимошенко. Наверное, есть свидетель их бизнес-партнера Александра Графца, который втек из Израиля потом до Канады, где он также признавал, что Юлия Тимошенко была заставником компании, которая платила деньги за рынок. Спасибо. Ну и тут вопрос персональный. Петро из Тернополя цікавится, где вы заработали свои первые миллионы, которые вы задекларировали? Мои деньги, они справедливо все задекларированы и мои деньги были получены как результат работы в «Украинской правде». Как результат работы, которая была связана с созданием этого сайта, который один из самых самых важных Викторенко говорил, что тоже зарабатывал миллионы, когда писал книжки. Нет, это не правда. Я не писал книжки, но этот проект мы провели 15 лет. И я мав стосунок этого проекта протягом всего жизни. И поэтому этот проект на сегодняшний день является одним из самых успешных в Украинском интернете. А тривалий час, он на полном самофинансировании. Точнее, не тривалий час, а с 2005 года. 15, не 10 лет он полностью самофинансированный с разрешения рекламы. И люди, которые работают в интернете, на рынке интернет-рекламы, знают, сколько стоит рекламы на «Украинской правде» и так далее. Вас, кстати, не коробят, когда на «Украинской правде» появляются баннеры, которые рекламируют политпроекты представителей прошлого года? Это единственный способ для выдания быть независимым. Потому что баннеры, это так же, как в газете, у вас есть, знаете, газета, а тут есть рекламный блог. И для газеты это единственный способ выжить. Так же, для интернет-видания быть независимым, это иметь гроши от рекламы. Потому что иншее, политическое вливание, это не честно, это против правил журналистики. Поэтому меня это не коробят. Я считаю, что выдание мое быть экономично спроможное и неуспешное. В таком разе оно и независимое. И «Украинская правда» является зерцем этого протягом 10 лет. Спасибо. Вопрос без подписи. Порошенко коррупционер или нет? Вопрос Ребро. Я думаю, что он, принайменно, спильник в замовчене коррупции. Для того, чтобы подтверждить, что он бенефициаром коррупции, требует иметь доступ к финансовым документам. Спасибо. Есть тут такие вопросы из разряда скандала, интриги, расследования. Любовь из Харькова спрашивает. Расскажите, как связаны Винники, Пашинские с активами Януковича? Винники, Пашинские это сообщники, которые возглавляют Комитет по национальной безопасности в Верховной Раде. И они придумали схему, как завладевать активами Януковича, сбежавшего. Ну, грубо говоря, это называю так образно, образно такая форма, грабить награбленное. То есть, сбежал Янукович, остались его активы, там, или его семьи. Так давайте тоже украдем, что он будет лежать без хозда, мы хоть немного там погреемся возле костра. Два часа назад Иван Винник сидел здесь в студии, очень жаловался, что нельзя запустить процесс спецконфискации, страдают учителя, им обещали доплату. Я не хочу это комментировать, потому что это смешно. Эти граждане, они, знаете, продали нефтепродуктов Курченко, и они улетучились. Эти деньги могли попасть в бюджет, а где эти деньги сейчас, никто не может, знаете, взять эти, словить эти деньги и раздать гражданам, как они пекутся. Вот лучше пусть они расскажут, куда делить нефтепродукты Курченко, а не до этого, которые конфисковали и через свои же компании реализовали. Ну, это на самом деле одна из афер, которая, надеюсь, Национальное антикоррупционное бюро, знаете, доведет до конца. С того, что я слышал, НАБУ работает по делу Пашинского. Это будет очень интересно, если это делается. Ну, я держу пальцы скрещены. Светлана спрашивает, какие прогнозы щодо справы сына Черновецкого, которого задержали в Испании. Справу Черновецкого порушили испанские правоохранные органы, и они же будут расследовать, и они будут его судить. И тут я втешенный, потому что у нас надто часто коррупционеры, которые потрапляют в руки украинских правоохранителей, они потом с этих рук выслезают. Как-то так стается, что они надто такие, знаете, слизкие, и они выслезают. И тому Испания точно не будет, я думаю, идти на змову с Черновецким, и они его мают судить. И доброе, потому что сейчас при владе НАТО тоже много соратников Черновецкого, Кононенко, Березенко, Довгий, люди, которые входили с ним до одного блоку и были, насправдя, рады, что его не выдадут Украине, потому что тут при владе его спильники, политичные спильники. И тому не бажано, чтобы он сюда потрапил, потому что все день втечет. Спасибо, Харьков, Елизавета. Фирсова и Томенко лишили мандатов. Почему? Это прямая норма Конституции. Если ты выходишь из фракции, по списку которой избран, то тебя лишают мандаты. Я думал, про другое спрашивает Елизавета. А почему? Потому что нужно было для коалиции наследовать голоса для Гройсмана. Это был вопрос его премьерства. И они искали любые способы увеличить численность коалиции, в том числе лишив мандата тех, кто вышел из фракции добровольно. Именно поэтому такой подарок я никому делать не собираюсь. Я буду дальше в парламенте бороться с коррупцией, используя все возможные способы для этого. Но вас, кстати, коллеги не склоняли к тому, что уходите из фракции, раз у вас новополитические проекты? Не, даже не то, что склоняли. Это такая просто информационная уже атака. Я к этому тушусь с иронией, потому что я понимаю, знаете, подтекст этого. Но спекулируют, просто пытаясь как бы заставить, знаете, выйти из равновесия и начать на это реагировать. Но это смешно. Конечно, никто не собирается глупости совершать. Светлана из Белгорода Днестровского интересуется, как вы относитесь к мэру Одессы? Я считаю, что должны быть перевыборы мэра Одессы, человек, который имеет несколько гражданств. На самом деле, конечно, вы знаете происхождение мэра Труханова, он был вообще телохранителем одного из международных уголовных авторитетов Леонида Минина, о котором писала международная пресса, которая была последствием в Италии. Его прошлое, его статус, его гражданство не позволяет ему быть мэром одного из самых крупных... То, что вы выбрали Одессы там. Я не уверен, что эти люди знали об этом, знаете, о том, что у него есть, например, три гражданства. Греческое, российское и украинское. А с другой стороны, было расстреливать людей. Поэтому вопрос в том, насколько легитимен сейчас... Вы должны ждать Одессы там вот такого момента? Ладно. Есть вопрос у нас еще Светлана из Полтавы. К нам вообще часто приходят вопросы, которые связаны социальной сферой, ЖКХ, субсидии и так далее. Потому что людей действительно беспокоят. Ну, не знаю, то ли они много смотрят телевизор, да, и поэтому действительно они беспокоятся, потому что осень еще не наступила пока, да. Тем не менее, спрашивает Светлана из Полтавы, по-вашему мнению, люди должны молча заплатить коммунальные тарифы или выйти на Майдан? Я думаю, люди должны получить субсидию. Сегодня у меня был интересный диалог там с частью экономистов. Они спрашивали, а вы публично защищаете тарифы? Я вам скажу очень просто. Мне как журналисту-расследователю в прошлом очень легко об этом говорить. Потому что газ, когда есть две цены на газ, то это первое условие коррупции. Ты берешь цену на газ для населения, пишешь завышенные нормативы потребления, половину этого газа забираешь себе и продаешь промышленности по рыночной цене. Весь навар огромный остается в кармане олигарха, который потом за эти деньги покупает новую партию, которая приходит в парламент и защищает низкие тарифы на газ для населения. И этот цикл обогащения, он, знаете, как белка в колесе, постоянно такой двигатель. Крутится, крутится, крутится. Денежки капают, капают, капают. Но эта коррупция приводит к тому, что происходит деградация политики. Коррупционеры становятся просто символом украинской власти. А затем этот грабеж повторяется уже на новом цикле с удвоенным и утроенным масштабом. Этот грабеж нужно прекращать. Не может быть две цены на газ. Это рыночный продукт. В конце концов, механизм субсидий, он работает в Украине и им пользуются многие. Можете сделать прогноз, какие партии в первую очередь пострадают от того, что выросли тарифы на газ? Не смогут пройти следующие. Пострадают власти, которые... Параласные партии пострадают. То есть те, которые находятся при власти. Это очевидно. БПП в том числе. Партии попали в ловушку, когда... Эти две партии попали в ловушку, когда они предлагают людям платить высокую цену за газ, но взамен не предлагают людям честную политику. Когда ты честно говоришь, да, нам нужно пройти этот период, мы должны получить такие цены на газ. При этом вы получите компенсатор. Но мы, в свою очередь, не будем красть. Мы построим страну, о которой вы мечтаете. У нас будет легко открыть бизнес и будет легко зарабатывать деньги. В нашей стране будет самое легкое налогообложение и самая низкая ставка кредитная в коммерческих банках. И вы сможете себя реализовать через короткий промежуток времени. И образование в Украине будет такое, что нам будут завидовать наши соседи. А система медицинского страхования и охраны здоровья будет такая, что к нам будут ездить на лечение. И тогда люди поверят такой партии, и они согласятся, наверное, платить больше, понимая, что замены не получают еще больше. Когда они видят, с одной стороны, платежку, а с другой стороны, они слышат каждый день о новом смотрящем, о новом потоке, который оседлал какой-то куб президента, и, соответственно, это приводит к такому социальному взрыву. Спасибо. Ну, наверное, последний вопрос. Уже время заканчивается. Василь запитает, сколько денег пришло на выплату депутатам на период отпускки? На период отпускки еще никаких денег не было выплачено, и отпускни скасованы, как такие. Насправді, такая норма иснувала, я особисто про это писал, как журналіст, что депутат отримал подвийную зарплату, как свои отпускники, но это было скасовано еще в 2014 году. Ваш коллега Мустафа Найем когда-то жаловался публично на низкую зарплату депутата. Сегодня можно прожить на зарплату депутата? Я вам скажу, что низкая оплата труда депутата это прямой путь коррупции. Прямой. Потому что, если ты хочешь иметь честную власть, эта власть должна быть уверена в том, что, грубо говоря, у них есть за что прожить. Это слишком дорогое удовольствие иметь власть с низкими зарплатами. И нет ни одной успешной страны в мире, где власть бы была низкооплачиваемой, и при этом честной, эффективной работал в интересах всех граждан. Поэтому этим мы и отличаемся от популистов. Популисту легко сказать, что нужно, чтобы чиновник работал за хлеб и воду. Но это сказка, которой никто не поверит. Потому что такой чиновник будет просто грабить, и дальше грабить, грабить, и в конце концов закончится очередной, вы знаете, коррупционным скандалом. Если ты хочешь честную власть, ты должен эту власть оплачивать, соответственно, тем уровнем оплаты труда, которые существуют на рынке. Конечно, там есть часть, скажем так, дополнительных благ, которые там дает власть, но и дополнительных обязательств. Если ты как чиновник ставишь подпись, то ты попадешь в тюрьму с намного большей вероятностью, если ты работаешь, например, в частной фирме. Поэтому это история, которую, знаете, нужно объяснять людям. Спасибо большое. Я думаю, будет у вас много возможностей в новом политическом проекте. Вам придется это объяснять вашим избирателям. Я не боюсь задать этих вопросов, потому что, если ты честный с людьми, то тебе нечего скрывать. Если ты начинаешь рассказывать сказки, ну, возможно, ты получишь короткий успех, но в длинной перспективе это просто придет к твоему банкротству. Благодарим нашего гостя Сергея Лещенко, народный депутат, который представляет фракцию БПП. Здесь уже никуда не денешься. Спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию. У нас остались еще вопросы. Мы можем говорить сколько угодно. Да, по традиции вам передаем их. Если захотите, можете ответить у себя на странице в Facebook, потому что люди все-таки звонили и спрашивали. Будем рады видеть вас снова в нашей программе. Ну, на этом все. Хотел поблагодарить наших девочек, которые принимали вопросы наших телезрителей, нашего гостя. Прощаюсь с вами. Это был Павел Кругляковский. Программа «Большое интервью» на телеканале Ньюс Ван. Передаю слово своим коллегам. Я, насколько знаю, уже ждет Игорь Гужева для того, чтобы подвести субъективные итоги сегодняшнего дня.